Я ел дыню из Средней Азии, торпеду. Работаю на земле, но я не сделаю хорошую машину. Будет плохой, принесу обратно. Влогер? Да? Да. Подходим, подходим, арбузы хорошие, местные, кубанские. Ну, видишь, классический, яркий, красный, вкусный арбуз. Думаешь, нечем тебя удивить? Хе-хей! Смотри на оранжевый, смотри на красный без семечек, смотри на желтый без семечек, а еще сзади тебя, знаете, Лехи, желтый в желтом, золото в золоте. Вот такие арбузы растут здесь, на Кубани. Это не привозной товар, это то, что вырастили, можно сказать, умы. Да-да-да, сегодня вот такой вкусный, яркий эксклюзив. Арбузы и многое-многое другое. Это Южанин и я начинаю. Как ты думаешь, где дыня, где арбуз? Для того, чтобы хорошо в этом разбираться, тебе надо хоть раз приехать к кубанским фермерам на Бахчу и посмотреть, как растет чудо-ягода. Расскажите, пожалуйста, что же вас заставило остановиться здесь и купить? Друзьям сувенир купил. А что за сувенир? Тыньки. А почему не желтый арбуз, не оранжевый арбуз, не арбуз без семечек? Желтый арбуз мне не очень нравится, арбуз без семечек тоже. У вас есть секрет выбора настоящего вкусного арбуза? Как его нужно выбирать? Надо продавцу сказать, один хороший арбуз найди, если будет плохой, принесу обратно. А вы верите только на чистоту, пока нет хозяев, что это местные? Ну, я сомневаюсь, что это местные, может быть, даже. Да? Да. А знаете, для таких, как вы, у нас есть отдельное предложение. Я знаю, что вы, конечно, с нами не поедете, но их-то я точно с собой заберу. Мы едем сейчас на поле, где зреют эти ягоды, для того, чтобы разрушить все стереотипы. Хорошо. Посмотрите южанина потом. Хорошо. На ютубе. Вас там точно покажут. Да? Спасибо. Выбираете прям как будто, я не знаю. Нет. Вы спросили, эксклюзивный или нет. Какой баклажан сейчас спросим? Вообще, на продукцию не мы принимаем решение, какую продукцию выращивать. А решение принимаете вы, потребители. Вы, когда на рынок приходите, вот что вы выбрали, то потом через продавца, через того оптового закупщика, у которого они берут. вот эта информация доходит до нас. И они нам потом непосредственно заказывают. Я вот такой буду брать, я вот такой. И вы можете моду диктовать на любую продукцию. Вот какой должен быть баклажан? Ко мне приехал один селекционер один и говорит такую вещь. Вот если ты видишь себя, вот он должен блестеть. Вот если ты блеск видишь по цвету, он уже темный. Если ты себя, вот он я. Угу. Если видишь, значит, блеск, цвет, все нормально. И сейчас покупатели берут цилиндр. Капля, вот лампочка, груша, не так идет. Значит, вы на рынке его меньше берете. А вы стараетесь такой брать. Значит, вам он удобно для каких-то блюд, которые сегодня в моде. Цилиндр темного цвета. Вот этот сорт называется Лима. Три, ну, в основном два лучших гибрида. Это фаворит и Лима. Вот это Лима. Это гибрид, который лидером считается. Вы его берете. Скажите, сколько с одного куста можно собрать вот этой Лимы? Ну, они дают, ну, если так, с гектара брать, ну, в среднем, ну, они 50 тонн должны дать. С гектара? Да, да, 50 тонн. А 30 до 60 тонн, это реально. Ну, то есть, если, допустим, взять, допустим, даже мелкий объем, ну, допустим, хотя бы 10 соток. Если, если так сказать, выгодно ли экономически выращивать баклажан, нет той культуры, которую невыгодно выращивать. Но если культура в этом году тебе дала копеечку огромную и всем додала, бойся ее сеять. Почему? На следующий год ее все посеют и качели. Вот принцип качели. Вот баклажан дал денюжки, вот баклажан, а здесь перчик. Баклажан дал обалденные денюжки. Люди толпа побежала сюда, все посеяли баклажан. В 5 раз больше, в 10 раз больше. И это количество людей своим весом, объемами, она опустит цену. А что, где цена будет? Цена будет там, откуда люди убежали. Откуда? Например, с перчика убежали. Или с другой культуры. А какая это культура, где люди сделали наименьшее количество денюжек? Культура убыточная на следующий год даст прибыль, а культура, которая дала деньги, именно в этот период, она не даст тебе деньги. Запоминайте. Да, это называется принцип качели. Люди, производство сюда увеличится, все, качели опустятся. Очень часто именно такая ошибка существует у неопытных сельхозтоваропроизводителей. Они что делают? Они увидели, так, нифига себе, в какой цене баклажан. Все, только баклажан сажаем, чтобы в следующем году просто взлететь в шоколаде. А чеснок, допустим, а чеснок был в переизбытке. В итоге все бросаются, опять же, сажать на следующий год баклажан. Баклажан на море, рынок переносит. По 2 рубля. Да, да. А чеснок, а чеснок, помните, была ситуация, когда чеснок здесь, на Кубани, стоил там что-то 500, по-моему, рублей в килограмм. Было, 200-300 это было. Да. Кстати, а если говорить… Вот сейчас еще. Вот в этом году наедайтесь капустой. Она будет нипочем. Поздняя капуста. В том году поздняя капуста никогда такой цены не было. Я много лет капусту выращиваю. 12, 15, 18 оптом. Это не было никогда. Чтобы 40 рублей с хранилища была капуста, даже 30 точно было. Такого не было. Поздней капусты посадили столько в этом году, что она будет стоить нипочем. И может даже мы ее не съедим, придется с хранилища ее людям выкидывать. Вмече 8. Поэтому, кто в этом году понасадил поздней капусты, есть опасность. Если погода не вмешается, ранние заморозки, там какая-то стихия. Если погода не вмешается, поздней капусты будет перепроизводство. И кто увидел эти деньги огромные и решил на поздней капусте копеечку сделать. В этом году прогорит. Разочаруются. А в этом году хорошо. Тогда кто в этом году в плюсе, в огромном? Те культуры, которые в том году были неприбыли. Ну, например. Ой. Ну, то есть, самые высокие цены на что ждать? В том году всех разочаровал круглый помидор. Тепличников стало много. Государство делает субсидии. И помидор, его средняя цена закупочная была, ну, 30, 40, 50 рублей, там 60 в уране. Она в том году была и по 12, и по 15. В этом году грунтовый обыкновенный красный помидор оптом был 60 рублей. Это сказка. Этого никогда не было. Вот вообще на это ценообразование есть такие слухи, что оптовики там влияют. Или кто-то другой, там, например, мафия азербайджанская договорилась и цену там опустили, или подняли, или еще. Нет. Влияет рынок. Законы рынка. Все. Ценообразование. Только один бог. Это рынок. Хотим побольше экзотики. Потому что, ну, не верит наш народ почему-то, что на Кубани возможно вырастить что-то такое экзотическое, что если арбуз без косточки и желтый, то это сто пудов не наш. Если черри, то за него уже там, как бы, отвечают за его качество израилитяне. Если вот такое, я даже не знаю, что это такое. Что это? Дынька. Вот эта дынька. Если это дынька, то уж точно, точно с какого-нибудь Бали. Вот. Но это наше? Да. Да, это все выращено здесь, на Кубани. Это мини-мини-дынька, сорт. Пускай люди соберут семена и себе посадят. И вот у них эти дыньки. Ну, расскажите. Мне по секрету передали, что у вас перец. Ого-го. Есть. Вот. Поедем посмотрим. Вот это перчик. Ух ты, я думал сначала это черри. Это мини-перчики. Вот в перчиках у нас вот такого перчика, особенно люди, которые, ну, закрутками увлекаются. Ну, чтобы у них зимой на столе были деликатесы. Ну, это, конечно, он украсит любой стол. И хозяйка будет с высоко поднятым носом, ну, перед гостями. А что за сорт такой? Это называется мини-желтый гагашар. Он, гагашары крупные такие, мясистые помидорчики есть. Вот сейчас мы проходили. Вот это тут, смотрите. У меня где-то около двадцати, наверное, видите, хамик. Это звезда. Его мы уже выращиваем. Вот смотрите, мы его выращиваем лет восемь уже. Это чешская фирма Сема. Вот видите, он какой. Его особенность нету слажи перца, вкуснее перца. Его детям берут, когда первые годы экскурсии к нам приезжали. И, ну, люди возьмут полкилограмма. Тут же съели, берут еще два-три килограмма. И сейчас, пока он не поспел, один был вопрос, а когда хамик поспеет? Дальше. Вот этот хамик, так как помидоры закрываете вы, вот по тому же рецепту, по помидорному. А есть еще рецепт. В маринаде десять минут поварил, положил в банку, этим маринадом залил и закрыл банку. Нету ничего вкуснее. Эх, закусь какая. Никакой помидор не сравнит это. Гости будут сметать вот это все. Мясо кушать не будут, шашлык не будут кушать, а будут есть этот перчик. Я просто напоминаю вам, что мы находимся не в специальном селекционном, не знаю, лагере во Франции, не в Турции, не в Египте. Мы на Кубани. И мы на Кубани недалеко от Краснодара. И здесь выращивается вот такая красота, вот такой эксклюзив, такая экзотика. Теперь вопрос. Почему же жители Краснодара не видят всю эту экзотику на прилавках, ну, всех этих, ну, давайте так, перекупщиков, не знаю, там, овощных магазинов. Вот, ну, нет вот такого. Они покупают. У нас артовики берут. Ну, не так много мы выращиваем, чтобы везде, чтобы на всех прилавках Кубани лежали вот эти перчики. А как сложно его вырастить? И насколько, вот, допустим, сейчас посмотрели люди, они думают, блин, хочу у себя в огороде, там, два-три рядка вот такого перца. Насколько он прихотлив? Вот, купили перчик, семена выбили и у себя на следующий год посадили. Никаких проблем нет. Нет, а он, может быть, какой-то очень любит, допустим, влагу или ему нужна какая-то, я не знаю. Как к перцу они относятся? Как к обычному. Это старый чешский сорт. И это тоже? Да, это сорт. То есть, в принципе, как бы, вот, как вы выращиваете обычные перцы, только... Семена, вот, когда вы будете его начинять, вы его отрежете. У него семян мало, но есть, видите, с десяток семян. Вы эти семена взяли, высушили, на следующий год посадили, друзьям подарили, они будут благодарить вас. Ради бога, все эти, все. И все черри, помидорчики, вы можете, чтобы не заморачиваться, да, с гибрида нельзя семена брать. Но мы, мы с гибрида семена не выбираем. У нас есть большой выбор мини-перцев, более 20 сортов. Черри, помидоры, тоже сортов 30-40. Разные, желтые, вообще экзотики в этом году много. Баклажаны круглые, вот. Баклажаны круглые, серьезно? Вот. Как вы их, как вы их растили? А это сорт, вот такой. И он по вкусовым качествам, наверное, лидер. Если вот перец хамик, вот этот оранжевый, он лидер, но по вкусовым качествам, то у баклажанах черный мах, вот этот круглый, лидер. Слушать, у него... У него вкус обалденный. А в острых перцах вот это халапенье. Лидер. Я в шоке. Видал такой баклажан? Вот он он. Размер имеет значение. В данном случае круглый баклажан, мини-дыня и какое-то невероятное количество перцев. Вот сейчас мы подходим к перчику, который очень мне нравится. Но первое впечатление было, он красивый. Нету перца, который блестит так, как блестит этот перчик. Вот смотрите. Видите? Он, наверное, острый. Сладкий. Сладкий. Да, это сладкий перец. Видите? Но если это не красота, то Кубань не река. Ну, красивый он. И смотрите, что я когда его разрезал, у него тонкая стеночка. Я разочаровался. А потом думаю, а тонкая стенка для фаршировки. Представьте, что такие лежат у вас фаршированные перчики. Да, да, да. Кто не очень, знаете, любит, чтобы был голубец. Все, все. И он лежит, все. Вы его как пельмень. Вы его аккуратно красиво вилочкой накололи и все. Ну, круто. Круто. Как будто фотошоп, как будто это какой-то, знаете, пластиковый. Да. У нас первая продукция. 1 мая у нас начинается капуста белокочанная. А если вот эта вся красота... 20 июня вы можете приесть и арбузиков обалденных внукам взять. И не бояться... Подождите. Ну, арбузы, арбузы. Давайте антирекламы. Посмотрите, арбузы. Все уверены, что хороший, сладкий арбуз бывает только в конце августа. Это вот прям, знаете, такая... Прямо вот включаешь телевизор по сезону и новости. Сначала покажут тебе про Украину, там расскажут, как у них все плохо. Про загнивающую Европу. И обязательно, что арбузы надо есть в конце августа, потому что типа они плохие. А вы говорите про 20 июня. Я перефразирую. Если вы в июле арбуз не поели, вы хорошего арбуза не поедите. Вот так. Я сделаю по-другому, скажу. Если вы в июле не купили арбуз у нас и не съели его, потому что все самые селекционеры, они направлены, заточены на раннюю продукцию. У них и семена дороже, у нас и продукция дороже. Поэтому она и сахара получше, и витл лучше. Все с желтой мякотью арбузы, они спеют за 50-55 дней с желтой мякотью. С желтой мякотью у вас есть? Конечно. У нас и бессимянные желтые, у нас все есть. У нас и желтая рубашка есть, и желтая мякоть, и бессимянные желтые, и бессимянные красные. Все. Все расцветки есть. Обыкновенные арбузы. У нас обыкновенные арбузы бывают, как кримсон, вот обыкновенные, как астраханец. Бывает черный шуга, мы знаем. Бывает белый, мы называем мраморный, а он сортотип частонгрей. Бывает тайгер, тигр, он с белыми полосками, красивенный арбуз, обалденный. Бывают сортотипы сорента, он темненький. У него 8 или 9 рубашек расцветок. Бывает, как холодок, в Азии сортотип называется миака. Это вообще самый сладкий. У нас арбуз есть, мой медок. Обыкновенный арбуз. Но он спеет, его сейчас уже нет. Он уже последний остался. Я почему говорю, если вы в июле арбуз не поедите, вы хорошим поедите. В моем медке столько. Поэтому это южнокорейская фирма его сделала. В Азии сладкие арбузы. Называется мой медок. Нету слажа арбуза. На сегодняшний день нету слажа моего медка. И его оптовики одно приезжают. Мой медок. И если только моего медка нету, значит они берут другой гибрид. Но медок это ранее. Это 55-дневка он. И он не будет в августе. Его в августе нам невыгодно сажать. Он не переносит эту жару, пекло. Поэтому я сказал, может я сказал, но непривычно для слуха покупателя, что если ты в июле не съел арбуза, ты хорошего арбуза не съешь. 20 июня у нас на поле человек, если уже будет, знаете, сейчас я скажу неверующий такой скептик, что не может быть. С 20 по 26 июня, в зависимости от года, теплый год весна или нетеплая, у нас мы уже едим, наши внуки едят первые арбузы. Александр Николаевич, мы обязательно на арбузах поговорим про арбузы. Давай. Я задам вам такой вопрос, который наверняка у них сейчас тоже зреет в голове по поводу пестицидов, гербицидов и прочей как будто невероятной опасности ягоды. Но мы поговорим об этом через попутник. Я готов говорить правду и только правду. То есть вы да, да? Да, я готов. Ну все, тогда смотрите и увидите. Светлана сказала, о чем мы будем говорить. Я ей сказал, говорить мы будем о любви. О любви к арбузам, дыням и помидорам. Я хочу поговорить с вами, Светочка, о любви проезжающих мимо туристов, может быть каких-то оптовиков. Что люди выбирают, что чаще всего собственно говоря покупают? Ну вообще покупается каждая продукция, особенно у нас любят местные. Кто знает, это бессемянник арбуз. Для приезжих это конечно диковину, что-то бессемянное, им кажется, что это что-то нечто выведенное. Ну то есть просто тупо сюда, в стрелку, чтобы ты понимал это 15 км от Темрюка, чтобы ты понимал, Темрюк это практически опа мира. То есть как бы сюда поставляют прямые поставки с Израиля. Вот к тебе в Новосибирск нет, вот сюда вот везут, понимаешь, вот они здесь вот. Конечно же нет, это здесь растят, да? Это здесь, сюда растится, и бессемянник это просто такой сорт арбуза, он очень вкусный, от обычного отличается тем, что у него мякоть совершенно другая. Он поплотнее, арбуз очень вкусный. Местные, получается, берут бессемянники, тянет местных на экзотику, а проезжающие моряки, отдыхающие, они берут классику. И классику. И классику, и экзотику тоже, и желтый арбуз. Хорошо, хорошо, Свет, давайте сейчас вот Леха выключит камеру, а вы скажете мне на ухо, самый вкусный, самый, ну, самый то, что нужно брать. Какой из этих арбузов? Самый мой любимый арбуз? Ну конечно. Это бессемянник красный. Почему? Не желтый. Почему не золото в золоте? Не знаю, я люблю бессемянник красный, не знаю, мое предпочтение. А так арбузы, все самые вкусные арбузы, единственное, это мой любимый чекнель, красный бессемянник. А не вредно ли есть арбузы, тем более бессемянники, и когда их лучше всего есть, на ваш взгляд? Вы когда начинаете ими торговать? Ими торговать начинаем в конце июня, иногда в начале июня, зависит от сезона. Есть их очень полезно, это не вредный арбуз, это такой сорт. В бессемяннике одна семечка черная, это сорт арбуза такой. Мы выбрали, выяснили, что народ любит все. Вот, но все ли полезно, все ли можно вырастить и все ли выгодно выращивать, это мы спросим уже у владельца. Скажите, откуда столько арбузов, допустим, в Краснодаре? В Краснодаре прямо уже чуть ли не с июня начали торговать. Я скажу так, вот у нас арбуз идет 20 июня. Абрикос зацветает раньше нас в Краснодаре, в Денской на 10 дней. Значит, на 10 дней они могут раньше вырастить арбуз. Я думаю, что уже после 10 июня это наш арбуз. До 10 июня это спор. В конце мая нашего арбуза нет. Ну, вы говорите, вот, наш арбуз, то есть вы... Кубанский. Да-да, вы Денчан, допустим. Наши, наши арбузы. Россия это наш арбуз. Ставрополь ранний арбуз. Вот в Ставрополе есть нефтекумский район, Арзирский район, пески, жара, солнце. В Астрахани есть песчаные места, где... Я думаю, что со второй декады июня наш арбуз есть. Первая декада июня, не знаю. Я бы не сказал, что первая декада июня люди покупают арбуз. Со второй декады июня на юге, в таких местах, где солнце, все, уже арбузики есть. У нас в третьей декаде июня есть арбуз. Все, валом арбуза у нас. Желтые арбузы, это вот новая мода. Сейчас начали его выращивать активно, да? Несколько лет он у вас уже есть, да? Вот типов арбуза много. И в дикой форме он в основном желтый. Поэтому у арбуза много форм разных. В разных странах, на разных континентах. Желтый арбуз, это не сделанный специально. Это выведено тоже из дикой формы. Мне желтый нравится, честно говоря, больше. У него какой-то вкус интересный. Ну это, во-первых, у кого аллергия на красное, это палочка-выручалочка, что арбуз можно есть. И у желтого арбуза какой-то есть, грубо говоря, у перца халапенья, но вот у желтого арбуза какой-то свой аромат есть, свой вкус есть. Они, как правило, ранние. У нас желтые арбузы спеют раньше, чем красные арбузы. Вот это да. Сейчас вот удивили. У нас желтые первые. Я вот сравнивал самые ранние желтые арбузы и самые ради ранние. Желтые спеют раньше всех арбузов. Цена у них. И до поздних. Ну, пока это считается экзотика. Ну, на 5-10 рублей, может на 15 рублей, 20 рублей. У нас на опте 5-10 рублей разница. Потому что желтый арбуз из семена, и он, как правило, маленький. Он урожай меньше дает. Опт это от скольки килограммов? Опт это от 100 килограммов у нас. Даже арбузов? Да. Потому что арбузы обычно... 100 килограммов, это 10 арбузов. И вот краснодарцы, объединившись, Кум, Сват, брат, приехали на море, искупались, загрузили в два раза ниже цена. Помидорчиков взяли, в два раза ниже цена перчиков взяли, только больше, оптом уже. С сетками, ящичками на несколько семей. Арбузов взяли 300-400 килограмм на несколько семей. Все будет в два раза дешевле. Мне кажется, самый главный плюс, это то, что ты, когда приезжаешь, ты видишь, у кого и что берешь. Я не делаю сейчас рекламу Александра Николаевича. Я говорю сейчас про всех фермеров, которые на нашей кубанской земле есть. Их много. И, возможно, они живут по соседству. Там, в Лорисе, в Индустриальном, в Капанском. Просто... Вот сейчас я такую вещь скажу. Не бойтесь покупать именную продукцию. «Именную» — это вы знаете имя, у кого вы купили. Человек, который купил у меня, я перед ним отвечаю за продукцию. Он может ко мне приехать и предъявить претензии. Это именная продукция. Все, что не именное, безымянное, а в основном продается безымянное. Ну, я бы не сказал, что опасно, но лучше брать именную. Если вы уже боитесь, можно покупать у любого. Кубанский арбуз нету на Кубане вредного арбуза. У любого кубанского фермера, бахчевода, арбуз обалденный. Самый лучший в мире. Но если вы уже скептики, покупайте именную арбуз. Думаешь, южанин ничего не знает про дыни и арбузы? Знаю. Сейчас тебе тоже расскажу, поделюсь. Пока иду, собственно говоря, к помидорам. Так вот, в руках у меня уникальная дыня. Ты думаешь, ну, ха-ха, удивил. Я ел дыню из Средней Азии, торпеду, кубанскую красавицу ел. Я не знаю, как она правильно называется. В общем, это канарка. В чем же ее особенность? Да в том, что этот сорт дыни, барабанная дробь, лежит до зимы. Да, канарка, потому что ее выращивают в основном на Канарских островах. Оттуда она к нам прилетела. Ароматная, любимая, сладкая, наверное. Так вот, испанцы ее выращивают для того, чтобы с хамомчиком спокойненько точить в рождественские праздники. Лежит она легко до конца декабря. Легко. Ладно, хватит фактов. Идем на большое интервью. Часто говорят, что, ой, я влетел в фермеры. Вот ты уже под фермером едешь. У меня в летный год, я влетел. Ну, значит, он не сделал денег. Что такое неудачный год? Это, как его можно характеризовать? Это сумма ошибок, что ты сделал за сезон. И чем больше у тебя эта сумма ошибок, больше ошибок, тем меньше у тебя денег. А сумма ошибок – это от незнания. Не может учитель знать агрономию в первый год, клубнику или малину. Ему надо научиться. Начните с маленьких объемов. Освоил огородик и научился торговать, саптовиком говорить. Рабочего, которого ты нанимаешь, заставить его переделать. Это тоже не так просто человека заставить административную работу уже переделывать. И потом ты возьми еще один огородик. Чувствуй, что у тебя этот прибыль, достаток больше, чем тот, который тебе дает твоя работа, где ты сидишь на окладе. Ты чувствуешь, что ты сможешь, у тебя появился опыт. Переходи, значит. Не продавай квартиру за полтора-два-три миллиона и не влаживай в землю. Эти деньги ты похоронишь. А значит ли это, что вот все объявления о продаже теплиц, такого там, не знаю, паёв – это все заранее, ну такой, не кот-мешки, а прям заранее убыток? Или как вот выбрать, что… Давайте, чтобы мне быть тактичным, спросите у меня, купил бы я тепличку. Купили бы вы тепличку? Нет. Ха-ха-ха. Нет. На новой земле я бы построил тепличку. Готовую тепличку я бы не купил. Может быть, я не прав. Но это мои мысли. Я честно вам говорю. Вы откуда? С Керчи. С Керчи? То есть вы не из Сыктывкара, не из Проморзлого, Архангельска? Нет, нет, нет. С Керчи. У вас такого нет добра? Да есть, но цены гораздо выше. Почему? Не знаю. Вот представьте себе, даже говорили, построим мост, цены упадут. Ничего подобного. Здесь арбузы мы ехали по трассе 10 рублей, 8 рублей. У нас 18-20. А свои есть арбузы? Да, нет. Вы знаете, по-моему нет. По-моему. Бахчи свои нету. Раньше была. Вот у нас есть деревня Глазовка такая, там была бахча. Сад был огромный, бахча была, сейчас нет. А если говорить о вот первом опыте. Реально вот сейчас вот, допустим, смотрит наш житель Сургута. Есть у него лишние там, допустим, ну 30-40 миллионов рублей. И вот думает, блин, все, еду на Кубань. Конечно, надо ехать, чтобы эти деньги похоронить. У жителей Сургута нету опыта. Я работаю на земле, но я не сделаю хорошую машину. И мясорубку я хорошую не сделаю. Если он в Сургуте агроном и работал в тепличном комплексе, у него есть опыт и 40 миллионов. Ради Бога, конечно, он копеечку сделает. Ну, в овощеводство просьба людям с деньгами без опыта, если они не наймут специалистов себе грамотных, не лезьте. Вопрос, если специалист грамотный, почему он сам не делает денюжки? А на дядю из Сургута будет работать. Ну что, пожалуй, хватит. Хватит рассказывать про эксклюзив. Пора этот эксклюзив пробовать. Все-таки мы счастливые люди. Нам всем чуточку повезло жителям Краснодарского края, потому что мы можем приехать и лично на поле и продегустировать, и убедиться в качестве кубанских продуктов. Вот такая вот реклама сельскому хозяйству, которая на самом деле не кажется таким легким и таким, знаете, беззаботным трудом. Надо трудиться, нужен опыт. И тогда ты сможешь заработать миллионы. Если тебе есть что добавить, пиши в комментариях. Обязательно лайкай, подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии эксклюзива. Я думаю, что этого будет много, потому что у нас на Кубани без этого никуда. Ну, а пока... Пока! Я пошел! Я пошел! Я пошел! Продолжение следует...